Всем привет! Сегодня отправляемся мы в рейд, а конкретнее лесные руины. На стриме я уже пробовал проходить, но не хватило мощности моим героям и я не смог забрать последние награды, так как я не убил последнего босса. Поэтому мне придется все равно это все переигрывать. И раз я уже это буду делать, то я решил записать ролик с прохождением лесные руины, лес глубины. Начинаем! Была поздняя ночь, когда они достигли чащи. По пути Айлоин молчала. Аурик понимал, через что она проходит. Он хотел найти главного и помочь бедным эльфам. Голова болит, нужно скорее убираться отсюда. Нет, моя посылка все еще в лесу, мне нужно найти способ ее забрать. Аурик. Там стоит человек, может нам стоит поговорить с ним? Айлоин, он какой-то странный, с ним что-то не так. Давайте сходим поговорим, но на самом деле сейчас будет бойня, 170 уровень уже для меня не страшен. Дульвет. А ну стойте, не подходите, хотите драки, вы ее получите. Мы знаем, что мы ее получим. Упала мне еще на прошлом стриме Асыша и с ней конечно же в разы стало легче играть, потому что она действительно топ контроль. Пока включаем авто уже, потом будем всякие манипуляции делать. В общем, на арене конечно так просто Асыша не поставишь, потому что лучше фила поставить, все-таки скорость там решает. А в подобных схватках, особенно учитывая, что мы можем очки и маны как бы накопить и заходить в бой уже, когда у всех все откачано. Можно просто ультовать. В общем, зарешало. Айлуин, мы не хотим навредить тебе, ты пришел исчащи, скажи, где нам найти Лювела? Кажется, вы не с ними. Я пытаюсь найти свои вещи, следуйте за мной, Лювел прямо на границе леса. Исчезает. Следуйте за мной, но он исчез. Ну ладно. Идем дальше. Райдан, быстрее. Дульвет не мог уйти далеко. У нас заканчиваются подопытные, мы не можем потерять еще одного. Ха, молодец, Дульвет. Тебе так быстро удалось найти помощь. Жаль, что никто из вас никогда не покинет это место. И почему-то все уверены, что надерут нам задницу. На него мы сразу не прыгаем, идем сюда, потому что тут уровень меньше. Нам будут падать карточки, которые будут усиливать нашу команду. Сейчас все ультанут и на этом все закончится, по сути. Пока нет смысла отключать автобой. Все, конечно же, зависит от уровня ваших героев. Первый раз, когда я сюда пришел, проблемы у меня уже тут начались. В начале боя восстанавливает двум героям с наименьшим здоровья. Отлично. Увеличивает урон, наносимый вашим героям на 10%. Ну, пока вот это возьмем. Потом, когда уже будут проседать по здоровью. Конечно, карточки, которые выхиливают героев в начале катки, я очень ценю. Мне они очень нравятся. Но пока они нам не нужны. Что нам тут даете? Когда у героя больше 80, здоровье вывеличивает урон. Замечательно. Уменьшает урон вражеских героев. Кручу, берем вот это. Сюда, если пойдем, у нас будет ловушка. О чем нам говорит Алоин. Похоже, впереди скрытый проход. Внутри темно. И у меня плохое предчувствие. Нужно приготовиться, прежде чем идти дальше. И там придется 3 боя за раз отыграть. Поэтому мы туда пока не идем. Мы идем сюда. На самом деле, идти туда или не идти, это уже смотрите на ваше усмотрение. Там 180 уровни героев. Если вы с ними расправитесь, то советую идти. Потому что на выходе вы получите 3 золотые карточки. И, скорее всего, я туда схожу. Но первым делом мы идем сюда. Тут у нас 175 уровень. Они слабее. Все, расстановка меня устраивает. Поехали. Да, конечно, под конец. Все все должны потратить. Кстати, заметил, что Олден на высоких уровнях очень проблемный. Это может не терпится мне посмотреть на моего Олдена, когда у меня уровень отряда повысится. Райден, черт побери. А, и все. Все, что ты сказал. Уменьшает получаемый урон. Это классно. В первый раз, когда у вас вашего героя в первом ряду падает ниже 20, восстанавливает героев 80 максимального здоровья. После 10 боев усиливает атаку на 30%. Атака это вообще круто. И как раз к боссу подойдем. Это нам пригодится. Забираем. Потому что почти все навыки у нас завязаны на атаку, так или иначе. Пусть пока будет. А десятку мы сейчас набьем. Тут тоже у нас все будет легко. Уже полкоманды нет. Замечательно. Дульвет. Вы видели человека по имени Польва? Мне еле удалось сбежать от него. Надеюсь, его люди еще не приблизились. Айлэйн, он мертв и больше не будет вас беспокоить. Значит, Польва мертв. Ха-ха-ха. Этот проклятый техномаг наконец-то мертв. Теперь меня никто не остановит. Я должен отблагодарить вас. Каким образом? Все. Увеличит скорость ваших героев на 8%. Скорость. Это круто. Забираем. Теперь идем сюда. Воюем, воюем. Отлично. Последняя рыбка. Недолго продержалась. Каждый раз при гибели героя. Не, я не хочу, чтобы у меня кто-то умирал. Поэтому я на это не рассчитываю. Увеличивает сопротивление к критическому урону. Это мне подходит. Перейдем сюда. Ага, можно было сюда идти. 170, чуть поменьше уровень. Потом уже вниз спускаться. Но тут пока невелика разница. Если для кого-то это важно, обратите на это внимание. То есть немного по-другому надо было сюда заходить. 170 мы расправились. Усильвать защиту особого смысла нет. Тут очень топорно работает защита. Давайте, наверное, вот это возьмем. Тут мы должны почитать. Дневник покойного Польвы. Несколько дней назад подопытный дульвец сбежал. Его тесты были почти завершены. Даже если я оставлю его в покое, проклятие начнет разрушать его душу и бесконечно усиливать его желания, пока он не потеряет разум и не превратится в подопытного. Такие люди могут навредить Коле и другим эльфам. Я не могу позволить ему просто уйти. Я послал за ним своих людей. Эльфы придумали такое, что я и вообразить не мог. Чтобы гарантировать успех ритуала, они создали портал между лесом и необитаемым островом. Даже если все ловушки на окраинах не остановят чужаков, Лювилл просто перенесет их на маленький остров и оставит там гнить. На острове четыре статы, но лишь одна из них открывает портал обратно в лес. Я не помню, как она называется. Это какая-то редкая воительница, и ее правая рука выглядела особенно сильной. Впрочем, это не мое дело. Как только работа будет завершена, я возьму Колу с собой и покину это место. Мы будем жить в счастье и мире. Ей больше никто и никогда не причинит вреда. Тут мне пока ничего не надо. В общем, тут можно восстановить ману и похилить героев. Тут можно кого-то нанять. Тульвет. Ха-ха-ха, здесь вы умрете. Жалкие дураки без вас, идиотов. Я бы не узнал такие отличные новости, и не зашел бы так далеко. Ты с ума сошел? Сначала я убью вас, а потом отловлю всех эльфов одного за другим. Что касается красотки, ты, наверное, принесешь мне даже больше, чем остальные. Ха-ха-ха, я буду купаться в золоте. Элэн, так вот что ты имел в виду под посылкой. Ну, 185 уровень. Будем тебя лупашить. Тут мы все-таки поменяем местами, потому что нужно законтролить. Погнали. Конечно, сейчас все тут друг друга притянут. Давай-давай-давай-давай-давай. Все отлично. Победа за нами. И осталась одна рыбка несчастная. Победили. Дульвет. Нет, я не хочу здесь умирать. Я должен лежать на огромной мягкой кровати, окруженной горами богатств. Но, увы. Увеличивает критический урон. Когда у героя больше 95, увеличивает урон героя в заднем ряду. Вот это мы и возьмем. Теперь какая ситуация. Мы уже победили 185 уровень. А тут 175. Соответственно, пока еще бьем этих. Забираем их карточки. Опять все меняем местами, потому что тут две рыбки. Я не хочу, чтобы они кидали свой контроль на нас. А, ну, в принципе, мы первее их законтролили. Сейчас последненький, последненький. Получи по щам. Замечательно. Первый раз, когда максимальное здоровье вашего героя падает ниже 30, восстанавливает герой 15 максимально. Блин, даже не знаю. Все мне не нравится. Ну, давайте возьмем все-таки тогда увеличение крит урона. Тут у нас 185. Хорошо. И вот здесь я предлагаю вернуться тогда назад. И все-таки пойти в ту ловушку. Потому что, думаю, мы уже готовы. То есть можно сюда и не ходить. На сюжет это никак не влияет. Я сюда пришел лишь за карточками. Аурик, уф, заперто. Посмотрим, что находится на другом конце прохода. Давайте. 185 уровень. А, даже 185. То есть я говорил 180 ранее. Извините, простите, немного ошибся. Залетаем. Ну, тут уже наши достаточно прокачаны. Плюс карточки дают о себе знать. Первый бой за нами есть. Сейчас будет еще один. Открывается портал. Ныряем в портал. Телепортируемся сюда. Еще одна заруба. Тоже никого менять не буду. Все те же герои. Все у меня и так отлично выставлены. Сбалансированный шмот. Я на них перекинул. Хороший. Пока, к сожалению, мало хорошего шмота. И последняя, третья. Дуэль. Все точно так же. Залетаем. Ореса похилььте мне, пожалуйста. Можно Ореса похилить. Вообще, я надел сет на Ореса, который сам его выхиливает. Это, кстати, видно по его полоске. Все, отлично. Это я уже запереживал. Но в случае чего, можно ливнуть из катки и по новой зайти. Без потери героев. Главное резко это делать. Потому что за несколько секунд до окончания боя. Кнопка дизейблится. Вот то самое. То есть, все сразу выделено. Взять всех. Все, мы забрали. Именно за этим я сюда и зашел. Карточки действительно хорошие. Просто так оставлять их без внимания. Но я думаю, это нелогично. Особенно в моем случае. Я понимаю, если бы у меня очень бы круто выкачаны были герои. Как бы нет. Они сейчас выкачаны просто достаточно, чтобы дать отпор. Ага. Вот уже, кстати, мне нужны карточки на выхиливание в начале боя. Что-то я брал. Да нет, что-то они не хилятся. Значит, ясно. Делаем упор на карточки на выхиливание в начале боя. А, ну пока даже не нормально. Они отхилились по итогу. Замечательно. Возможно, дали о себе знать предыдущие карточки. Все, мимо кассы. Увеличивает урон. Ну, давайте уже так. Что есть, то есть. Хотелось бы, конечно, другое. Лювел. Эльф, путешествующий с другими расами. Что за редкость? Когда разведчики уведомили меня о вашем прибытии, я подумал, что ослышался. Вы глава этого поселения, Лювел? Я узнаю посох в твоей руке. Выходит, пророчествие говорилось о тебе. Я знаю твою историю, но ты не ищешь мести. Эльфийская кровь в твоих жилах остыла. Были дни, когда я мечтала об этом. Мечтала убить всех, кто причинял вред эльфам. Вырезать их семьи и сородичей. Стереть всю их расу с лица континента. Ничто не обрадовало бы меня больше. И что же изменилось? Я хочу, чтобы наши дети жили в мире, а не в страхе. Геноцид обеспечит только обратное. Тоже верно. Лювел, вижу, здесь наши мнения расходятся. Нам нет смысла продолжать этот разговор. Скоро на нашу сторону встанет дракон из бездны. Айлоин, остановись. После призыва дракон не будет подчиняться приказам эльфа. И все живые существа на этой земле будут обречены. Не хочет он с нами сотрудничать. Нападаем на дядьку. 200 уровень. Кое-как вот это я тогда прошел. С потерями, но прошел. Ну сейчас думаю все будет намного легче. А дальше я уже не проходил. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Можно похилить всех айлоин. Отлично. Так, вырубаем уже автобой. Вот чуть-чуть накопили они себе маны. Уже не все так просто. Лювел, что? Мой магический щит сломан? Стража, убить их. Убить их всех. Ритуал не должен быть прерван. Двухсотый уровень и двухсотый уровень. Хорошо. Я думаю мы вначале сходим на двухсотый уровень. Автобой. Пошла жара. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Вырубаем автобой. Копите маны. Первые есть. Ну, сейчас было намного легче, потому что в тот раз уже у меня были потери и проблемы. Сундучок. Дайте мне сундучок ваш. Значит, ооо, то, что надо. В начале боя нас выхиливает. То, о чем я мечтал. И вторые его. Охранники. Тоже автобой. Тут сейчас тоже под конец. А, не, он нас телепортнет в начале. Это я еще помню. Давайте вырубаем автобой. Уже они и сами справятся. Пора действовать решительно. Открыть портал. Вот то, что я и говорил. И телепорт. На самом деле, я должен был за ним подойти и почитать. Там у нас тоже подсказка. Но я этого не сделал. Это необитаемый остров. Упомянутый в журнале Польвы. Это был вопрос. Извините, не так прочитал. Мы можем поискать в дневнике новые улики. Или, если хочешь, просто убить их всех и выбраться отсюда. Значит, идея заключается в том, что убиваем Гайю. У нас открывается портал. Мы возвращаемся обратно. Но, в конце, если мы убьем босса, вот эти награды, то, что справа мы видим, они все равно не откроются. Поэтому, насколько я понял, нужно убить Гаргулю еще. И тогда это все откроется. Но это не точно. То есть, это я вам говорю, исходя из той информации, которая у меня есть, и которой люди говорили на стриме. Поэтому, ну, 185 уровень, что я делаю? Я просто убью их всех. Потому что единственное, что я знаю, что... Надо убить Гайю, чтобы открылся портал. И я уже так делал. И по итогу награды я не получил. Как бы, ну, это было и видно, что награды до сих пор стоят. Соответственно, я их не получил. Ахаха, я Газ, демон из глубин подземного мира. Вы достойный противник и стойко сражались. Я дарую вам накопленные сокровища. А, ну вот, походу, да, вот это она. Точно, вот и как раз открылась сюда. Да, все. Отлично. Этих двоих, значит, можно не убивать. Сейчас просто убиваем тогда Гайю, открывается портал и возвращаемся обратно. Понеслась. Так, тут сейчас мы вначале автобой врубим, а теперь уже и вырубим его. Чтобы поднакопить ману, потому что у нас будет заруба с боссом. И вот именно ее я и не мог пройти в прошлый раз. Вы победили нужного стража и открылся портал на необитаемый остров. Ну, давайте возьмем это, уменьшение урона. Если кто-то, получается, запрыгивает к нам, в тыл заходит, скажем так, то уже не так сильно он будет дамажить. Ритуал почти завершен. Армуду ждет переломный момент. Скоро наступит эра эльфов. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот это мы забираем. Восстанавливает союзным героем 10 единиц энергии в секунду. Да, хочу, хочу такое, чтобы чаще ультовали. И вот тут я должен был тогда почитать. Записка Алювела. Похоже, необитаемый остров полон тайн, но ни одна не должна помешать нашим планам. Когда мои разведчики следовали остров, Кола наткнулась на странного стражу. Существо казалось здесь чужим и утверждало, что проделало путь из глубин подземного мира до Армуды. Кажется, у него есть ключ от шундука с сокровищами. Если оставим его в покое, оно, вероятно, не тронет нас. Вот, в общем, убили мы ее и вот это получили. Потому что в тот раз тут забор так и остался, и поэтому я все не забрал. И теперь нападаем сюда. 210. 4, 5 звезд. А, так это типа фил противостоит нам, получается. Ясно-понятно. Ну, это неправильный фил. Этого мы будем валить. Автобой. Понеслась. Тут, конечно, без контроля. Они очень хорошо выхиливаются. Сейчас ждем. А, нет, подождите, подождите. Вот и настало. Возвращаемся назад. Я вот тогда точно так же тогда я заходил, но я никого не мог пробить до тех пор, пока у меня не прокнуло. Можно законтролить их? Так, отлично. Вот, сейчас вроде нормально зашли. Сейчас, контроль, контроль. Ас, ищу. Давай. Все, красотка, законтролила. Все, этот бой за нами. Вот, а тот раз я вот тоже вот так вот заходил, но я ничего не мог им сделать. Они выхиливались и потихоньку убивали моих. Все. Нет, не может быть, я был так близок. Неужели это судьба нашего народа? Армуда уже достигла переломного момента. Лювилл. Темная сила маячит на горизонте. У эльфов появился шанс изменить свою судьбу. Уверяю тебя, каждый мой выбор идет на благо нашего народа. А, не, вот я вижу по аватарке, это не Фил. Это Фалар, получается, против нас стал. Может, мне стоило довериться тебе и легендарному посоху в твоих руках. Аулин, на днях у меня было видение. Сфера света молвила, идите в место, что ранее звалось Гномгардом. Там вы откроется истина, которую вы ищете. Нельзя сдаваться, однажды мы вернем себе нашу родину и все, что нам, эльфам, причитается. И он исчез. На этом, я так полагаю, глава пройдена. Можем выйти в меню. Смотрим. Да, 4-4-6-6-6-6-6. На этом наше прохождение закончилось. До новых встреч. Пока-пока.